МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 30 марта 2005 года на повестке дня в Государственной Думе стояли рутинные вопросы. Принятие небольших поправок к различным финансовым документам и второе чтение закона о погребении и похоронном деле. Вместо того, чтобы обсуждать запланированные вопросы, Владимир Жириновский решил привлечь внимание коллег к результатам выборов в парламент Ямало-Ненецкого автономного округа. Лидер ЛДПР заявил, что в знак протеста против грубых нарушений законодательства на выборах он идет громить здание представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Москве. Жириновский решительно спустился с трибуны и направился к выходу. За ним потянулись дружной колонной его однопартийцы. Владимир Вольфович благополучно прошел мимо членов фракции «Единая Россия» и уже был около двери, когда услышал реплику от одного из членов фракции «Родина». Ситуация именно так развивалась, что один из депутатов что-то стал говорить про то, что вы нас должны поддержать в Воронеже были, на что мы ему объяснили разницу Воронежа и Ямало-Ненецкого округа. Что в Воронеже не то, что нет нефти и газа, даже нету самого крупного в мире поголовья оленей, которое есть в Ямало-Ненецком округе. Депутат Савельев, давний противник Жириновского в кулачных боях, находился ближе всего к остановившейся колонне ЛДПР. Впервые Владимир Вольфович столкнулся с Савельевым во время предвыборной гонки в 2003 году на теледебатах. Тогда партия «Родина» боролась за голоса избирателей в прямом смысле слова. Мы знать их не знали. И он выскакивает в середину зала, пытается на нас напасть. Становится в пользу, так сказать, какого-то восточного единоборства. Внаград, говорит, сейчас буду там бить, убивать, все такое. Мы удивились. Потом приходим в Думу, слушаем его выступление, удивляемся. И так это вот длилось до того инцидента, который был в марте этого года. То есть это как бы комплекс определенный у него. 30 марта Савельев, возможно, избежал бы схватки со своим давним недругом. Но реплику в адрес лидера ЛДПР бросил сидевший рядом с Андреем Николаевичем еще один родинец Иван Викторов. Владимир Вольфович не удержался и стал кричать на обоих депутатов. Я сказал, перестань плеваться, когда от Жириновского образовался такой клуб зловонной слюны вокруг него. Поэтому я так и высказался. Ну, естественно, он счел это за оскорбление и решил, что если вы просите не плеваться, то непременно надо плюнуть. Я успел загородиться бумагами, ну, и ответил на это оскорбление действием. Где марш, покидают зал, все, внимание, зал бурлит. Вот что ж такое. И вот его бесит. Он сидит на сиденье, все. Я иду, он прям уже ситый. Вот, 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 все. Чего ты там? Бормочет. Ты, говорит, плюешься. Чего ты ближе с слюной? То есть я от него 50 метров. Ну, что-то ему надо сказать. Он уже в себя вводит в состояние агрессии. Как наркоман. Началась его тряска. Ему нужно сказать наркотик. Наркотик в столкновение. Словесная перепалка между депутатами перешла в драку. На помощь Жириновскому поспешили однопартийцы. Потасовка была непродолжительной, но яростной. В бой вступило около 20 парламентариев. Это была чуть ли не самая массовая драка в Государственной Думе. Мне удалось там кое-кого нейтрализовать. Кто пытался сзади прорваться сверху к дерущимся. То есть подбегал там, пытался нанести удар. Вот их пришлось удержать. Босс меня хватал сзади. Но он блокировал меня. Он меня не бил, ничего, но он меня блокировал. А я блокировал человека впереди. Который пытался подойти к дерущимся, так сказать, там. Кто внизу находился. Ведущий заседания Борис Грызлов в драку лезть не стал. Он как сидел в президиуме, так и остался. Пытаясь не делом, а словом успокоить коллег. Уважаемые коллеги. Мужчина, я вас попрошу. Жириновский в драке не пострадал. Ни синяков, ни ссадин. Савельеву повезло меньше. Ему в кровь разбили лоб. Савельев считает, что могло быть и хуже. Но он как опытный участник депутатских потасовок предвидел нападение и был готов дать отпор. Предыстория, несколько минут до этой потасовки, она показывает, что эта группировка двигалась совершенно осознанно в моем направлении. Она остановилась прямо перед тем местом, где я сижу. Там этот скандал, который они устроили в Государственной Думе, был озвучен очень громко. И без моей ироничной реплики, естественно, не обошлось бы. Они на это рассчитывали. Скандалы в Государственной Думе – хороший пиар для их участников. Владимир Жириновский знает, как понравится избирателям. Скандалы, драки помогают быстро раскрутиться, стать известным. Лидер ЛДПР – хороший актер. Он умело играет на публику и любой инцидент легко поворачивает в свою пользу. Андрея Савельева широкая общественность узнала лишь после потасовок с Жириновским. Владимир Вольфович считает, что выходки Савельева заранее продуманы. Им движет желание хоть как-то выделиться из 450 депутатов. Каждый день включает телевизор, Владимир показывает, а его нету, его нету. Второй комплекс к его агрессивности, к какому-то комплексу неполноценности, неувстворенности от жизни еще как же так. Ну пробился наконец. Ну депутат, ну хоть теперь-то должны о нем говорить. Да еще три Савельевых в одной думе. Еще никто не поймет, о каком Савельеве речь-то идет. А с кем этот конфликт устроить? С тем, чтобы это прозвучало. А, о, Жириновский везде показывает. Ну-ка давай-ка я с ним больше. После драки Савельев подал заявление в милицию с просьбой возбудить уголовное дело против Жириновского по статье «Хулиганство». Владимир Вольфович в долгу не остался. Написал аналогичное заявление. Кроме того, Савельев поднял вопрос о снятии Жириновского с поста вице-спикера и о временном лишении права голоса фракции ЛДПР. Мы не можем сказать, что это хулиганство, пока генеральный прокурор не даст свое представление, с ним не согласятся три суди Верховного суда и Государственная Дума не даст согласие на возбуждение уголовного дела. В противном случае, наше заявление о том, что это хулиганство или то, что это драка, нанесение побоев, оскорбления, будут неправомерными. Генеральная прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела, но попросила снять с участников драки депутатскую неприкосновенность, чтобы расследовать этот инцидент как административное правонарушение. При этом никто не обратил внимания на тот факт, что так называемое административное нарушение предусматривает всего лишь наложение штрафа, а это можно сделать и не лишая депутатского иммунитета. Тем не менее, парламентарии вынесли на обсуждение предложение генпрокуратуры и проголосовали против. Правда, Владимира Жириновского все-таки наказали, лишив права голоса на месяц. Когда ставится вопрос о том, чтобы снять неприкосновенность с вашего коллеги, вы в первую очередь задумаетесь о чем? О своем будущем. Вы подумаете, а вдруг я попаду в такую ситуацию? И этот коллега, против которого я сегодня проголосую, завтра сам проголосует, да еще подговорит свою фракцию против меня проголосовать. Это своеобразная защита мундира или корпоративное какое-то сообщество, которое соблюдает эти правила. Не выдавать своих. У депутатов Государственной Думы свои правила. И одно из них – четко соблюдать корпоративную солидарность. Депутатское братство наглядно демонстрируется, когда решается вопрос о правомерности и этичности поведения самих парламентариев. В 2003 году Дума прошлого созыва пыталась принять кодекс депутатской этики, но он получил много отрицательных заключений и на голосование так и не был вынесен. Кодекс определял правила поведения парламентариев. Например, каждый депутат обязан лояльно относиться к своим коллегам, независимо от их социального статуса и политической ориентации. Запрещалось демонстративно уходить из зала заседаний, выступать не по повестке, кричать и прерывать выступающих. Все равно будут формировать правила депутатской этики, правила поведения депутата, потому что если нет правил, то нет и наказания. Как наказывать человека, на которого не оговорено условие. Казалось бы, после инцидента 30 марта его участники должны были сделать соответствующие выводы. Драка в парламенте – это не то, чем призвано заниматься избранники народа. Между тем, Савельев считает, что к бою нужно быть готовым всегда. Приемы самозащиты он отрабатывает на даче. Еще задолго до депутатской деятельности Андрей Николаевич стал заниматься каратэ, и, как оказалось, не напрасно. Владение этим видом спорта пригодилось во время парламентских заседаний. Любимое упражнение депутата – имитация боя с несколькими противниками. Депутат собрал большую коллекцию холодного оружия. У него есть все, что необходимо для ведения рукопашного боя. Этот самурайский меч Савельев принес на заседание Государственной Думы на следующий день после драки с Жириновским. Оружие Андрей Николаевич поместил в тубус, который положил на стол рядом с собой. Меч депутат специально не демонстрировал, лишь приоткрыл тубус так, чтобы всем была видна рукоять самурайского оружия. Захотят расквитаться со мной за то, что лидер той самой фракции получил, что называется, по сусалам. И в первые, может, неделю, может, две, кто-то захочет спровоцировать дракуста. Я бил бы по конечности, которая была бы поднята слишком высоко, или по ноге. Перелом гарантирован, человек выключен. Два удара, два перелома. А больше и непотребный вызов. Два удара, два перелома. Вы отвлекаетесь на эту провокацию. После последней драки в Госдуме, чтобы уменьшить накал страстей, депутатам предложили ввести новую должность, специального пристава, который присутствовал бы на заседаниях и следил за порядком. В случае возникновения конфликта, он мог бы разнять парламентариев, невзирая на их политические заслуги, половую принадлежность и неприкосновенность. Однако депутаты отказались от думского пристава. Вот вы представляете, тогда надо снять с депутата неприкосновенность. Потому что если думский приступ начнет выводить депутата, которому он не может прикоснуться, ну как вы видите, а если думский приступ будет его уговаривать стоять, ну терпение может его лопнуть, да и думскому приступу пойдет. В нашей ситуации абсурд введение думских приставов. Ну представьте себе пристава, что он сможет сделать. Он через весь зал будет бежать до потасовки сколько минут? Ну минуту. А если там уже свалка образовалась, он что будет на четвереньке становиться и ужом мешных депутатов пробираться в серединку? Ну это глупости просто. То есть это просто глупость для того, чтобы занять мозги. Никакой пристав ничего не остановит. А между тем пристав в Государственной Российской Думе должность историческая. В дореволюционной Думе приставы наблюдали за ходом заседаний и неоднократно гасили на корню кровавые потасовки. Они стаскивали с трибуны тех, кого председатель лишал слова, разнимали дерущихся. Если изучить весь период 1906 года, что же вытворял российский парламент, то если мы возьмем Тепра, Первую, Вторую и Третью Думу, того царского периода, то там, пожалуйста, Гучков стрелялся на дуэли в результате разборки в Думе. Фракция РСР, когда Иван Гаремы, сам премьер-министром утверждали Гаремыкина, устроили кошачий концерт, пищали, визжали, мяукали, их гладельцы вывели из зала. В 1912 году один из лидеров думских правых Владимир Куришкевич бросил в главу оппозиционной кадетской фракции Павла Милюкова стакан с водой за то, что тот улыбался во время его речи. Думский пристав тут же вывел Куришкевича из зала заседания. На этом конфликт был исчерпан. Но иногда противоречия между депутатами и оскорбления в адрес исполнительной власти приводили к более серьезным последствиям. В 1907 году премьер Петр Столыпин был вызван на дуэль депутатом Федором Родичевым. Поединка удалось избежать после официальных извинений Родичева. А в 1909 году депутат-октябрист Александр Гучков ранил на дуэле соратника по фракции Алексея Уварова. Гучков был осужден на 4 недели заключения в Петропавловской крепости. Но дуэль не помешала ему через год возглавить думу. Все-таки дуэль – это решение конфликтов между людьми благородными, людьми равными друг другу. Не мог, условно говоря, офицер вызвать на дуэль унтера. Негоже это было. У нас дума настолько многомерна, как слоеный пирожок, как салат оливье. Все намешано там. Там люди благородные между собой не конфликтуют. А пускаться в бой с разночинцами, с младшими чинами, им не позволит их уровень их личности. Если думские беспорядки и вредят рейтингу парламента в целом, то заметно поднимают рейтинг непосредственных участников скандала, которые, как правило, известны намного больше своих коллег-депутатов, решающих вопросы цивилизованным путем. Хулиганский имидж импонирует избирателям. Это подтверждает пример Владимира Жириновского, который в том числе и благодаря скандалам проводит успешные избирательные кампании. Самая яркая драка на заре нового отечественного парламентаризма произошла в 1995 году. В то время страна жила новостями из Чечни. Боевые действия велись уже второй год. Воевать забирали совсем молодых парней. В 1995-м боевики Шамиля Басаева захватили больницу в городе Буденновск. При освобождении заложников погибло 60 человек. В этом же году заканчивался срок работы у депутатов Госдумы первого созыва. Впереди была предвыборная гонка, и парламентарии были заняты тем, что проявляли себя в думских баталиях. 9 сентября 1995 года Николай Лысенко в зале заседаний вступил в поединок с депутатом-священником Глебом Якуниным. Лысенко обвинил Якунина в том, что тот не имеет права носить облачение священника, и сорвал с него крест. Николай Лысенко поддержал все тот же Владимир Жириновский. Самое-то ужасное, что, ну ладно, драка там мужская, что Сокола Жириновского, и в частности Владимир Вольфович, кричал, вот, бей его, души его, сзирай с него рясу. А это был не просто день, это был день памяти мнения. Идет голосование. Вы лучше бы кнопками оперировали так же, лихие мои. Прошу вас. Депутат Евгения Тишковская, зная взрывной характер большинства своих коллег, обычно в перепалки не вступала. Но Глеба Якунина, который пытался отбиться от размахивающего крестом Лысенко, ей стало жалко. Когда Евгения Леонидовна добежала до места потасовки, разнять дерущихся пыталось уже несколько человек. Она это видит и бежит к нам. Ора, да куча малая, и пошла так вот, руками, ногами по всем, руками, ногами по всем. А ногами-то снизу, мужчинам в определенное место, ну как-то ее остановиться пытались. Все, ее только остановили, все. Это видно на камере, это зафиксировано, как он, мне так что, знаете, аж у меня рука болела. И потом он как бы развернулся и вывернул мне эту руку. Но в это время, когда они меня схватили, это было просто избиение на полную катушку. Потому что Заречанский бил по почкам. Я-то орала, потому что мне в это время вот они вот так били по почкам. Кто-то выламывал руку, Жириновский тащил, ему не за что было схватиться. И он схватил за меня за волосы и так сильно дернул. Показали такую съемку, что якобы вот бедная женщина, какие-то там волосы, кто-то там ее задел. Такая, никто ее не задел. Как раз в момент, когда она руками вот так машет, и наши руки все там перемешались, якобы вот чуть ли мы там ее не какое-то физическое насилие. Через несколько дней после драки в Госдуме за подписью пресс-службы ЛДПР была распространена листовка с подробным описанием инцидента и Тишковскую в ней называли «белокурой бестией». Правда, доказательств, что листовка действительно составлена пресс-службой ЛДПР, нет. Кадры парламентской драки были показаны всеми телеканалами страны. После довольно скучных заседаний Верховного Совета СССР массовое побоище в высшем законодательном органе страны было в новинку российским зрителям. Депутат Евгения Тишковская стала знаменитой. У нее дня не проходит, чтобы она кому-то не рассказывала, если новых людей встречает, про эту драку. В итоге это получился главный день в ее жизни, что ее когда-то прижал Жириновский однажды в этой жизни. Тогда же, в 95-м, Евгения Тишковская подала в суд на фракцию ЛДПР. Мещанский межмуниципальный суд, который рассматривал заявление, счел жалобу небезосновательной и удовлетворил иск о защите чести и достоинства бывшего депутата Госдумы Тишковской к фракции ЛДПР. Владимир Жириновский и его адвокат сразу же подали жалобу на это решение в Мосгорсуд, мотивируя тем, что фракция ЛДПР – это лишь часть Госдумы и не является самостоятельным юридическим лицом. А значит, ответчиком по иску Тишковской может быть только Госдума в целом. После этого Мосгорсуд отправил иск на новое рассмотрение. Я ему всегда говорила, просто достаточно, парень, твоего извинения. Просто даже не то, что там перед Тишковской, а за твое хамство, за твое поведение, за то шутовство, которое ты превращаешь в парламент. Но я думаю, что у меня перспектив отстоять свою честь и достоинство никаких нет до тех пор, пока избирается Владимира Вольфовича. Уже 10 лет как бывший парламентарий пытается добиться окончательного решения суда. За это время состоялось 15 заседаний. Лидер ЛДПР в суд не приходит. Он считает, что Тишковскую за нанесение побоев саму нужно было отправить на скамью подсудимых. Да, она сама сказала, пока выборы шли тогда, 90-й год, они с мужем меня ненавидели. Сидим дома, прямо у нас скрежет зубов. Все, ох, этот Живиновский. То есть они ненавидели меня. Бывает так вот, вызывают неприятия. В Ярославле, где избиралась Тишковская, ее соперники на выборах уже в Думу второго созыва использовали эту драку в целях черного пиара. Если бы вы видели, как меня потом ославили вот в регионе, сказали, что я из дурдома, я устраиваю драки, меня надо упрятать психушку. Помощь психиатра, помощь психолога нужна всей нашей Думе. Но отдельным персонажам специально нужна помощь психиатра, потому что кто-то явно нездоров психически, человек 5-10, и это с экрана бросается в глаза специалисту, или человек, ну, как говорят в народе, распустился настолько, что не желает контролировать свое поведение. Бывший депутат Тишковская живет сейчас в Ярославле. Руководит фирмой по производству медицинских препаратов. Политическая карьера Евгении Леонидовны прервалась, по сути, так и не начавшись. За те два года, что она пробыла в парламенте, мало что успела сделать полезного. Когда занимаешься или бизнесом, или политикой, все, спешишь. Вот у Ван Шенкина есть чудесное такое четверостишье. Что ли, время быстро движет, никогда эту скорость не сбавит. То зима, то весна, то листвы опускается медь. Потому и спешишь, что-то нужное будет оставить. Ты вот только успей. Ты вот только успей. И думаю, да, наверное, надо интенсивно жить. Для Евгении Тишковской имидж воинственной женщины с депутатским значком оказался роковым. Избиратели отвернулись от нее. Политическая карьера другого депутата женщины Елены Дропека сложилась иначе. Несмотря на то, что она была зачинщицей одной из думских потасовок в 2001 году. Россия в это время заново переживала трагедию с подводной лодкой «Курск». Летом 2001-го затонувшую подлодку поднимали со дна Баренцева моря. В июне того же года шахтеры стучали касками на горбатом мосту у стен дома российского правительства. Протестуя против принятия нового экзота, который, по их мнению, ущемлял права трудящихся. Депутаты Госдумы, скорее всего, и не слышали протестующих шахтеров. Парламентарии были заняты выяснением отношений между собой. 15 июня 2001 года в Госдуме выступал с речью глава Комитета по собственности депутат Виктор Плескачевский. Член коммунистической фракции Елена Дропека была крайне недовольна выступлением Плескачевского по поводу земельного кодекса. Она подошла к нему и стала кричать «Позор! Позор!». Активнее двигайте массовку. Актриса одна работает, вот, а вы не можете поддержать ее. Потом, Лена, развернись с другой стороны, потому что камеры должны видеть, они только видят зад. Владимир Брынцалов решил остановить эмоциональное выступление Дропека, используя ненормативную лексику. Дропека в долгу не осталось. На помощь оскорбленной коллеге поспешил депутат Георгий Тихонов, который попытался взять Брынцалова за грудки. Однако тот ударил противника головой в лицо, и после этого началась яростная драка. Зачем она пошла к трибуле? Ну, если ты публичный политик, ну, ты доказывай. Что же кричать «Позор!», кричать, топать ногами? Вот с этого начинается потасовка. От невыдержанности. Или от специальной публичной политики, определенных политиков, которые дают команды. Вот, засветиться, подраться. Случаи успешной карьеры у женщин-политиков не так уж и редки. Но, как показывает история, добиваются высоких государственных постов и получают возможность решать судьбу страны только те женщины, которые умеют сдерживать свои эмоции и находить компромисс при решении самых острых вопросов. Те, кого по праву называют «железными леди». Например, бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт, бывший министр культуры СССР Екатерина Фурцева, а также губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко. Есть женщины с хорошим политическим счастьем, с прекрасным умом, с хорошей образованностью, которые дадут сто очков вперед любому мужчине и многим сегодняшним политикам. В Думе не на виду, но пока на вторых ролях есть женщины с очень интересным мышлением, с прекрасной образованностью, которая позволила бы им выдвинуться реально на первую линию Думы с точки зрения политических, хозяйственных, социальных или каких-то иных решений. Есть, но они пока в тени. Не всегда российские парламентарии выясняют отношения только в зале заседаний. 8 мая 1997 года Юлия Ольшанская, московская журналистка, по заданию редакции отправилась снимать митинг на Красной площади. Она подошла к Владимиру Жириновскому за комментарием. Но лидер ЛДПР был не в настроении. Его не пропустили к могиле неизвестного солдата, поскольку в этот момент возлагал венки президент Ельцин. Разъяренный Жириновский без лишних слов затолкал Ольшанскую в свою машину. Через несколько минут журналистка смогла выйти, но интервью она так и не получила. Все случаи, которые были в Думе или за пределами Думы, это была уже реакция на агрессию в нашу сторону. То есть агрессия начиналась с противоположной стороны, и мы защищались. В чем заключалась агрессия журналистки, сейчас сложно сказать. Но, похоже, она оказалась просто не в том месте и не в то время. По заявлению Ольшанской было возбуждено уголовное дело, которое в декабре 97-го было закрыто за отсутствие состава преступления. Жириновский как личность, он легко возбудимый, он безудержный, он конфликтный. И если бы время от времени не вмешательство генпрокуратуры, которая грозит ему пальцем, что отберет у него депутатский мандат, Жириновский распустился бы до полноценного мордобоя. Парень он здоровый, физически крепкий, рядом с ним ходят телохранители, что еще больше позволяет каждому, кстати, не только Жириновскому, чувствовать некую свою безнаказанность. Был мрачен владыки загадочный взгляд, Как будто исполнен печали, И все в ожидании молчали. И молвил так царь, гонец! Страстный борец за интересы трудового народа Василий Шандыбин никогда не сидел спокойно в своем депутатском кресле во время обсуждения важных вопросов. Это я пропускаю тут, понимаешь? Особенно Шандыбин не терпел оскорблений в адрес своей партии и ее лидера. В 2003 году Василий Иванович был вынужден встать на защиту своего руководства. Пока Шандыбин и его коллеги по партии выясняли отношения, по России прокатилась волна терактов. Один из них произошел в Москве. Во время рок-концерта на поле аэродрома в Тушине взорвались две смертницы. 17 человек погибли, около 50 были ранены. В 2003 году прошла общероссийская трехдневная акция протеста. Ее участники требовали поднять зарплату учителям, врачам и работникам культуры. Зимой того же года на Камчатке разразился энергетический кризис. Города области замерзали из-за отсутствия топлива. Тем временем российские парламентарии решали свои проблемы. 7 февраля 2003 года при обсуждении повестки дня депутат Александр Федулов предложил оценить действия и заявления лидера фракции КПРФ Геннадия Зюганова. При этом Федулов в своем высказывании использовал непарламентскую лексику, по-ленински назвав Зюганова политической проституткой. За главного коммуниста страны вступился соратник по партии Василий Шандылин. Ну я подошел и говорю извинись, он не стал. Потом я его взял за рутки. Потому что человек, который оскорбляет другого человека, неправильно. Он должен извиниться. Я несколько раз так извинялся. Ну, значит, знаете как, тоже меня схватил. А тут вот Владимир Владимирович Жириновский, он же хитрый Жириновский. И он кричит, Федулов, ложись, ложись. Пускай тебя на носилках выносят, понимаете-ка. И пусть покажут, значит, на всю страну, что вот я его ударил, Федулова. Депутаты успели лишь обменяться парой ударов. Их быстро разняли коллеги. Председатель Госдумы Геннадий Селезнев предложил лишить Федулова слова до конца заседания. И палата с этим согласилась. Шандыбина тогда не наказали. Но эта потасовка повредила его политической карьере. На мне отразилось это отрицательно, понимаете. Потому что телевидение так показало, оно вырвало вот этот момент. Вот, да. А потом, значит, слизко комментировало. Вот хорошо, что в Государственной Думе нету Шандыбина, который теперь не дерется. Видите, вот как меня можно представить. Последние выборы в Государственную Думу Шандыбин проиграл. Сейчас он консультант КПРФ по рабочему и профсоюзному движению. Живет Василий Иванович в Москве, в небольшой двухкомнатной квартире в районе Митина. У меня две комнаты. А можно у вас оттолкнуть? Ну, давайте. Здесь вот рядом школа. В школу ходит и мой внук учится в четвертом классе. Вы девочки в каком классе? Пятом. Пятом. Молодцы, учитесь хорошо. Спасибо. Драка в парламенте сделала Василия Шандыбина известным на всю страну. Самый харизматичный представитель коммунистической партии свой имидж человека из рабочего класса тщательно поддерживает. Здравствуйте, а какую цену картошку? Да, это откуда сама? Липецкая, да? А в Брянской нету, да, картошки? Очень жаль. Это вам подарок? Да, от нашей фирмы вам подарок, чтобы вы кушали и приходили к нам покупать нашу картошку. Спасибо, Николай Васильевна. Удовольствием всем. Приходите. А если вот поедешь в Тушино, в другой раз кусок мяса отрубят, не берешь, понимаете? Дают, просто народ уважает. Вы сами видите, так, все знают, никто в спину не придет. Василий Иванович и сейчас бы с удовольствием вступил в схватку с идейными противниками. Коммунисты не привыкли сдавать своих позиций без боя. Шандыбин считает, что правоту свою можно и нужно доказывать не только с помощью слов. А возьмите в других парламентах, в Японии ухо откусывают, дерутся в Германии и во многих, значит, других странах. Там к этому, ну, просто не придают большого значения. А в нас, если под лицу заедешь по роже, то, знаете, тебя же и обвинят, понимаете? Что ты виноват. А что он подлез, значит, об нем ничего не скажут. Другую женщину я ждал, я даже вас не замечал. Но я заметил ваши руки, заметил милый ваш наряд. И ваш прекрасный умный взгляд. И речи девственные звуки. Парламентские драки распространены в различных странах. Но, например, в Англии это большая редкость. Здесь парламентария нельзя называть даже по фамилии, а только уважаемый депутат от такого-то округа. Пока произносишь эти слова, эмоции уходят. Давайте изучать парламентные страны. В каких странах доберутся больше всего? Япония, Корея, Индонезия, Турция и наши. Украина, Грузия, Молдавия. И поехали по Плариду. В июле 2005 года украинские депутаты отказались обсуждать вопрос о вступлении Украины во Всемирную торговую организацию. Народные избранники посчитали, что эта тема неактуальна. А на повестку дня необходимо вынести другой вопрос о противозаконности совмещения некоторыми депутатами работы в Раде с должностями министров и губернаторов. На заседании присутствовала премьер-министр Юлия Тимошенко. Она и выслушивала претензии. Словесная перепалка очень быстро переросла в рукопашный бой. Больше всех не повезло председателю Верховной Рады. Из-под Владимира Литвина выдернули кресло, из стола вырвали микрофон. Шановные друзья, мы залишаем практически ту самую ситуацию, яка есть сегодня, и яка забезпечила нормальную работу маслопереродных предприятий. Шановные коллеги, вы в парламенте, я вас прошу. В том же июле 2005 года фотосовка возникла в грузинском парламенте. Драка началась после того, как прозвучали слова благодарности в адрес министра внутренних дел за проведенную спецоперацию на проспекте Руставели. Ночью по его приказу была разогнана демонстрация протеста. Ее участники выступали в поддержку известных грузинских спортсменов, обвиненных в вымогательстве денег у бизнесменов. В парламенте находились депутаты, которые разделяли чувства демонстрантов. Они потребовали слова, но так и не дождались своей очереди у микрофона. Тогда из зала раздалась нецензурная брань, началась потасовка, которая переросла в массовую драку. Остановить беспорядки в зале не смогли ни вице-спикер, ни парламентская охрана. Заседание было прервано. В странах, где не так давно произошли революции, политики приобрели огромный опыт в штурме зданий, трибун и президиумов. А депутатская деятельность – это кропотливая, требующая усидчивости работа, которой еще долго придется учиться молодым парламентам. Перед выборами страсти между парламентариями накаляются до предела. Многие депутаты используют любую возможность обвинить в чем-либо оппонента, изобличить и оскорбить соперника, и тем самым обратить на себя внимание. В ноябре 2003 года во время предвыборных дебатов на НТВ Жириновский заявил, что сын генерала Георгия Шпака погиб в Чечне из-за своего отца. Шпак присутствовал на этих дебатах, но в ответ ничего не сказал. Тогда другой участник программы, экономист Михаил Делягин, обозвал Жириновского животным. После передачи вождь ЛДПР и его охранники пошли разбираться с Делягином. Драку удалось прекратить только тогда, когда соратников Жириновского вывели, а остальных участников программы ненадолго закрыли в студии. Депутаты в политике, в высшие политики должны идти люди, безусловно, психически здоровые. С любым своеобразием личностным, с любой характерологической, так сказать, акцентуацией, ради Бога. Но люди, которые умеют себя контролировать. Мы говорим, умеют себя вести. Фактически это контроль, психологический контроль за своим поведением. Еще несколько лет назад в Госдуме обсуждался вопрос о внесении в закон о статусе депутата поправки, допускающей принудительное направление парламентария на психиатрическое обследование в случае неадекватного поведения. Но такое предложение Думой не было принято. Иначе, возможно, на приеме у психиатра оказалось бы немало депутатов, как бывших, так и действующих. Что такое драка в Государственной Думе? Это переизбыток у персонажей, я имею в виду у людей, которые дерутся, тестостероном. То есть мужского полового гормона, который отвечает за что? За желание. Владимир Турчинский убежден, что во многих случаях человеку требуется не помощь психиатра, а всего лишь тренировка в спортзале. Это позволит снять эмоциональное и физическое напряжение. Мы не работаем над приростом мышечной массы. Мы работаем над, скажем так, формой, так называемых коррегирующих упражнений, для того, чтобы поддерживать свой организм в необходимых кондициях. В необходимых кондициях для заседаний в Государственной Думе. Так что все решается на физиологическом уровне. В спортзал. Вперед. Всех касается. Владимир Жириновский, пожалуй, единственный, кому скандалы и конфликты в парламенте приносят пользу. Он уже на протяжении нескольких лет заметный политический деятель и любимец публики. Остальные участники думских потасовок стали известными, но их слава недолговечна, и политических дивидендов им не принесла. В Госдуме действуют свои правила и законы. Депутатам позволено все, или почти все. Снять с них депутатский иммунитет практически невозможно. За лишение неприкосновенности коллега-депутат, скорее всего, не проголосует. Не выдавать своих. Это правила парламентарии стараются соблюдать. Для многих из них важнее всего депутатские привилегии, служебные квартиры и машины с мигалками. Среди депутатов, безусловно, есть умные и честные люди, которые искренне верят в возможность изменить ситуацию в стране к лучшему. И все для этого делают. До новых выборов в Государственную Думу осталось два года. Целых два года, чтобы выделиться из большого числа народных избранников. Но способы достижения этой цели могут быть разными. Кто-то будет заниматься рутинной, кропотливой, законотворческой деятельностью, встречаться с избирателями и помогать им решать их проблемы. А для кого-то, чтобы сделать себе политическую карьеру, главным будут драки в парламенте, искусственно созданные конфликты и яростные скандалы. Депутат Андрей Савельев зря времени не теряет. Ведь славу нужно поддерживать. Депутат Андрей Савельев